всем привет сегодня буду готовить индюшку я уже ее разделала чтобы не делать это на камеру значит те кто никогда не видел индюшку и не знают что это за мясо показываю у индюшки эта индюшка небольшая эта индюшка сидела на яйцах похудела потом она мешала другим индюшкам высиживать потому что она своих высидела птенчиков я птенчиков отобрала взяла ее перенесла туда к птенчикам но почему-то у нее какой-то стресс то есть она видела там по соседству яйца и она просто туда перешла на те яйца и пока я то есть вот она своего цыпленка этого индюшонка последнего которого водила она вместе с ним туда перебралась и значит те яйца начала греть и все и получается когда ее с этим цыпленка индюшонком забрала и понесла к ее всем остальным детям мне уже началась какая-то истерика она уже никого не принимала уже кидалась на эти стены там где детки находятся и в общем я была вынуждена ее выпустить и она пришла и села на те яйца но та индюшка на которой их тоже чьи это яйца естественно тоже на них рассчитывала и вот получилось что они там тоже делят у меня уже это несколько таких ситуаций то она то там индюшка еще у меня есть сын да уткой вместе сидя тоже перекатываю те яйца в общем я начала вот с этих значит вот это индюшка сама выбрала свою судьбу я показываю смотрите насколько мясо отличается вот это нога бедро а это белое мясо это грудка то есть у индюков бедро красная грудка белое мясо значит грудку мы запекать не будем грудку мы оставим на грудку мы оставим на отбивные потом сейчас я достану тарелочку грудку мы оставим на отбивные значит мы будем запекать крылышки вот они у нее такие большие и бедра сейчас я разделю голень от бедра точнее даже будем запекать не бедра как это называется окорочок сейчас мы отделим у нас здесь по хрящикам все легко отделяется как-то вот легко да нелегко значит будем запекать индюшку банки не захотела запекать ее целиком потому что все мы ее не съедаем одним присестом приходится ставить в холодильник индюшка большая холодильнике места мало там постоянно постоянно что-то стоит холодильнике это надо в холодильнике нет чтобы ставить туда поэтому поэтому запекаю ее вот так по частями все-таки кусочками легче куда-то ее убрать спрятать эти маленькие части сейчас каждый съезд по кусочкам четыре кусочка едва останется на завтра кому-то разогреть я завтра уезжаем деревню мои муж с дочкой будут дома вот они разогреть и покушают я сыном поеду заниматься хозяйством завтра выходной день у людей значит все вот у нас получилось два крыла бедро голень бедро голень все сейчас мы все помою руки мы это все посыпем приправы это я привезла из болгарии я снимала в этом видео трапезна соль сол панабюрска вот посыпем и будет отлично то есть здесь как раз нарисована колбаса нарисовано мясо ну тут в принципе все нарисовано поэтому у них так оно и есть и овощи и все на один вкус и мясо так очень кстати в болгарии да берешь овощи и вот они на вкус такие же как брал до этого мяса все вот мы приправы этой по посыпали все приправы посыпали я чуть-чуть добавлю сольки чтобы буквально чуть-чуть соль наша мозорская у нас соль завод здесь есть все совсем совсем чуть-чуть все теперь это все дело сейчас укладываем в банку берем банку банка обыкновенная духовку мы не прогреваем потому что если мы будем ставить банку в горячую духовку наша банка лопнет нам как бы проблемы не нужны поэтому мы в обычную сухую холодную духовку и в сухую банку хотя банком любая не знаю может быть можно и не сухая больше я никаких я в принципе не часто добавляю приправы но вот в этот раз добавила ну раз я их купила правильно то я их и добавила вот сейчас она туда можно заливать водой кому нравится можно водой не заливать сейчас я еще добавлю лавровый лист чтобы я водичкой залью я объясню по какой причине потом зачастую я водой не заливаю я бывает вот курицу просто накладываю банки голень бедра водой бывает не заливаю просто она потом в собственном соку тушится дает свой сок и как бы я сейчас буду заливать водичкой потому что потому что я хочу чтобы была юшечка я этой юшечкой буду поливать ну чтобы ее было больше много потому что она и так будет выпустит из себя сок и индюшка но я хочу чтобы юшечки было больше поэтому я добавлю добавлю водички но можно этого не делать и добавлю сейчас лавровый лист лавровый лист значит тоже несколько ну вот сколько тут их штучек вот так все я думаю будет достаточно все теперь нашу эту мы заливаем водой водой заливаем обыкновенной можно можно из чайника но водой холодной нам не нужна кипяченая вода это у нас вот такая кружка с лесиком символ европейских игр это у нас в евроопте разыгрывая ну то есть там берешь на определенное количество товар на определенную денежку тебе дают наклеечку ты значит до этого тебе дали такой лист ты на этот лист должен сколько там нужное количество наклеечек наклеить то есть получается на определенную сумму купить там по моему 90 этих наклеечек и потом по итогу тебе дается бесплатный лесик Сама игрушка мягкая, вот с такой кружкой. Вот, мы собирали. Ну, там не только лесик. Там, кстати, можно было выбрать, да, это я сейчас соврала, это мы взяли лесика. А там можно было взять еще кого-то, зайчик там какой-то, не помню. Еще кто-то, то есть был выбор. Но мы взяли лесика, потому что все-таки лесик как-то символизирует нам олимпийских играх. Он здесь бегал с этим, с огнем приезжал. Он от нас стартанул, кстати, из Мозыря. Стартанул, побежал дальше перед этими олимпийскими играми. Вот мы, кстати, его и выбрали, этого лесика. Хотя дочка хотела зайчика, но мы сказали, что зайчика нет, выбора нет, есть только лесик. Вот какие мы хитрые или какие родители. Ну, лесик реально, там, если мне, как бы, из всех, больше всех и мужа. Да и, в принципе, он, как бы, больше символизирует. Хочется уж раз, если, то, чтобы какая-то память была об этих играх. Поэтому лесик, он прикольный, она с ним спит. Мы перед Болгарией, вот как раз сегодня, например, муж принес, а завтра мы уезжаем в Болгарию. Она взяла, с ним спала, с этим лесиком, и говорит, поеду с ним в Болгарию, а потом забыла про его. Мы проснулись, быстро в попыхах собирались, и она забыла. Вот, все, теперь ставим в духовку, сейчас покажу. Ставим в духовку у нас, в обыдь, во, сейчас я пониже опущу. Я ставлю, я ставлю на высокую температуру, прям на максимально высокую. У меня это 250, но там 250 и больше, где-то 260-270, хотя, может, хотя, наверное, 300 градусов. У меня максимальная температура 300 градусов. Я не ставлю на 300 градусов, я ставлю на 250. И, ну, часа два. Можно ставить меньше, ну, я ставлю так. Мне нравится, оно тогда прям распадается. Достала нашу индюшку, она уже готова, уже поналаживала по тарелочкам. Значит, водички вот этой юшечки стало намного меньше, потому что она выкипела. Ну, и я добавляю ее вместо, скажем, подливы в рис. Ну, в рис, там, если это были макароны. Вот такая получилась индюшка. Я специально наливала воду для того, чтобы была именно вот эта подливка и для того, чтобы не была такая зажаренная индюшка. То есть, она получилась стушеная. Очень хорошо стушилась, отпадает от кости. Индюшка мягкая, очень вкусная. Всем спасибо за просмотр. Приятного аппетита. Надеюсь, что вам понравится. Продолжение следует...